Соседи, добрый вечер! Сегодняшний эфир я с полным правом могу назвать «Я люблю свою работу». И вот почему. Потому что у нас в гостях впервые мэтры отечественного кино. — Василий Ливанов, народный артист РСФСР, и Николай Немаляев, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский кинооператор. Добрый вечер! — Добрый вечер! — Я впервые за много лет работы волнуюсь, потому что это большая журналистская удача пообщаться в эфире с такими гостями. И начну я с открытия. Новгородцы, которым посчастливилось присутствовать на открытии 13-го Всероссийского фестиваля исторических фильмов Вечи, до сих пор обсуждают премьеру, которую они увидели на этом открытии. Это фильм «Медный всадник России. Историческая драма». Вы, Василий Борисович, режиссер, а вы, Николай Владимирович, оператор. Ваши ощущения, как новгородцы, новгородские зрители встречали эту премьеру, потому что лично я знаю, что зал встал. А ваши ощущения? — Дело в том, что зал встал, когда мне вручали в специальный пресс-фестивале за вклад в кинематограф. Это такая небольшая копия вашего изумительного памятника в честь тысячелетия России. Небольшая, очень здорово сделанная копия мне вручала Светлана Дружинина. Это и зал поднялся, и все стояли, и была овация. Я кланялся, кланялся, и все-таки вынудил всех сесть на свои места. — Ну, а как новгородцы, по Вашим ощущениям, принимали картину? — Очень хорошо. Потому что, вообще-то, для нас всегда оценка, мы ее определить картину не можем. Мы можем только отраженно, как в зеркале отражение. Так вот, когда мы присутствовали при просмотре, во-первых, было тихо. Во-вторых, чувствовалось дыхание и реакция. Какие-то были и на таких смешанных местах был такой небольшой смешок. И тишина была, когда нужно. Замечательно. Но самое потрясающее было, когда закончился фильм, и ко мне подошли люди. Причем много народа они благодарили за фильм, говорили, что такого фильма они не видели, не ожидали. Это совсем не похоже на то, что сейчас делают. Поэтому вот это все для нас очень важно. — А вот Вы взялись за историческую тематику. На Ваш взгляд, историческое кино — это то, что нужно российскому зрителю? Это то, почему он соскучился, я имею в виду, по-хорошему историческому кино? — Дело не в скуке. Понимаете, дело ужаса в том, что молодежь, школьники, даже выпускники школы абсолютно не знают русской истории. Вот это трагедия, катастрофа, понимаете, просто катастрофа. Мы снимали фильм о фильме, и в начале вот этой работы, которую сделал режиссер Арик Мнукин, он опрашивает на улицах Петербурга молодых людей. Некоторые говорят, я не знаю, кому этот памятник, это я не местный, представляете себе. А петербуржцы просто не знают, молодые люди, кому этот памятник. Идея снятия этот фильм пришла мне в голову, когда я прочел в литературной газете статью одного экзаменатора на высших курсах режиссера в кино. Почему в Петербурге, куда поступают люди, уже имеющие высшее образование, спросили одного молодого человека, кому стоит памятник на Сенатской площади? И он ответил — Скобелеву. Я понял, что это трагедия, понимаете, потому что Александр Сергеевич Пушкин сказал, что уважение к минувшему — вот черта, отделяющая образованность от дикости, которая преклоняется перед одним настоящим, понимаете? Вот это слова сочетаются с высказыванием такого древнеримского публициста и философа Цицерона. Он сказал, кто не знает прошлого, всю жизнь остаются младенцами. Младенцы не способны ни предвидеть, ни прогнозировать будущее. А в этом заложен смысл человеческой жизни. Через прошлое ощутить будущее для себя, для своих детей, для своих внуков. Я вообще считаю, что нам нужно предложить руководству нашей страны создать такую национальную программу образовательную для школьников, скажем, шестого класса и показывать им фильмы о самых значительных событиях русской истории. Это очень важно, чтобы они не оставались в жизни младенцами. Не могу не спросить, ваш выбор как режиссера главную роль исполнила не актриса, а телевизионщица, моя коллега, ведущая НТВ Ольга Белова. Да, это так. По двум причинам. Во-первых, Ольга Белова, она очень похожа на Екатерину Великую внешне. И по возрасту в это время, которое мы снимали, она абсолютно годится. А во-вторых, это главное. Понимаете, в ней есть очень такое спокойное чувство собственного достоинства, которое не сыграешь. Оно или есть, или его нет. А если его играть, то будет фальш. А в ней это есть. Ей не нужно ничего играть. Ей нужно заниматься созданием характера, с чем она замечательно справилась, на наш взгляд. До эфира я узнала, что вы дружите 60 лет. Так вот, Николай Владимирович, расскажите, как вам, оператору Немоляеву, работалось с режиссером Ливановым? Ну, передать невозможно, потому что, когда Вася пришел, я могу так говорить, потому что 60 лет уже знаком, пришел к нам в группу, первое, что он сделал, он стал читать стихи. Это было потрясающе, потому что это забыли вообще все работники кино, как раньше снималось кино. Говорили о сценарии, говорили о разных вещах, обо всем, потому что нужно было найти общий язык. Так вот, Вася начал со стихов. Он так потрясающе читал стихи. И он читал часа два. Он читал и Пушкина, и Тюйчева читал. Дениса Давыдова. Дениса Давыдова читал. Он читал Шпаликова Гену. Так читал, что я пришел домой и взял Шпаликова книжку с полки и перечитывал. Потому что он ее читал не как чтец, просто забывая, он смысл читал. И многие стихи для меня открылись. Так вот, вот этот подход такой к работе совсем другой, нежели такой, который сейчас. Я сейчас тоже работаю иногда, снимаю фильмы. То даже подготовительную периоду и бывает, не бывает. Говорят, давайте, вот сценарий есть, давайте снимать. Ну, посмотрите, там натур выбрали и снимайте. А ведь фильм рождается сначала в разговоре, сначала снимаются фробы актеров, размышления всякие. Так вот, в этом отношении, конечно, нам повезло. Потому что мы попали в старую форму создания фильма. И это очень важно. Я хочу вам сказать, я Николаю Владимировичу, я считаю, большой и радостной удачей то, что мы работали вместе. Потому что если Николай Владимирович снял бы всего два фильма, «Обыкновенное чудо» и «Покровские ворота», он бы уже оказался в кругу избранных лучших операторов России. А фильмов снятых, не моля его, не десяток, а во много раз больше. И все они удачно сняты с выдающимися нашими режиссерами, такими словами, как Карен Шахназаров. «Курьер» фильм, скажем. Вы знаете, вот вы вспомнили «Курьер». Фильм роскошный, я недавно его пересматривала и ловила себя на мысли, что много лет назад я смотрела его как подросток, а сейчас я смотрю его как мама. И он ни в том, ни в другом случае для меня актуальности не потерял. Это действительно роскошное кино. Но это было такое лирическое отступление мое. А вот если бы вы снимали историческое кино о Великом Новгороде, то о чем бы оно было? Это нужно погрузиться в историю, понимаете. Нужно погрузиться в историю, потому что это очень ответственно. Снимать историческое кино. Я, знаете, я вчера на красной дорожке сделал признание собравшимся велико-новгородцам. Я сказал, что я первый раз в жизни в Великом Новгороде. И слава богу, понял, что нужно побывать в этом прекрасном городе еще и еще, чтобы почувствовать себя полноценным, настоящим русским человеком. И получил замечательный дружеский отклик от слушающих меня людей. У нас фестиваль Вечи в Великом Новгороде проходит уже 13-й раз. Вот на ваш взгляд, которые люди, которые практически все знают о настоящем кинематографе, в чем задача таких фестивалей? Это показывать зрителям то кино, которое они не увидят в силу ряда причин на широких экранах? Доносить до зрителя о том, что у нас все-таки снимается хорошее, качественно-историческое кино? В чем вы видите цель таких фестивалей? Это, наверное, нужно людей просто опросить. Опросить нашего широкого зрителя, как говорят. В чем смысл этих фестивалей? Потому что в международные фестивали очень часто вмешивается политика. И оценки дается совершенно не по искусству, а по политическим соображениям. И это очень скверно. Фестиваль в фестивале рознь. Я думаю, что вот этот ваш Велико-Новгородский фестиваль, он, слава Богу, лишен вот этого налета политики. Он очень честный в смысле понимания задач искусства и просвещения. Неужели он откроет свое сердце людям? Лиха беда начала. Мне лично больше по душе пословица «конец делу, Венец». А мы выпьем за начало. Да. Спасибо. Ну, за начало. За начало. Вы думаете, это все так просто? Нет, почему же? Подается лишь упорным. И смелым, если хотите. А в общем, будем искать. Искать, искать. И еще раз искать. Нашел. Продолжаем разговор. Вассен, я могу вас утешить. Дело в том, что таких людей, как я, в мире очень немного. Может быть, даже я такой один. У меня сегодня прекрасное настроение. Когда я передаю тебе привет, я делюсь с тобой хорошим настроением. Знаете, Ватсон, когда артистичность в крови, она... Она порой принимает самые причудливые формы. Противная докторишка. Знай, что я кровожадный, раз, беспощадный, два, Знай, злобный, длин, знаменитый, разбойник, бар-ма-лей. Кто это? Дикая личность. Итак, двенадцать человек нужно отправить в больницу. А остальным постельный режим. Я вас попрошу лично проследить за приемом лекарств. Прошу. Один просто симулянт. Здесь живет крокодил Гена. Да, он живет здесь. Это я. Флора-53 предлагает посадочный материал оптом и в розницу. Цветочная рассада. Хвойные, лиственные, плодовые. Большой ассортимент. Нехинская, 57. На Великонавгородский мясной двор в связи с расширением производства требуется Диспетчер, медицинская сестра, укладчик-упаковщик, грузчик-аппаратчик, уборщик цеха. Телефон 680-530. 21-25 сентября. Великий Новгород. 13-й Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече». Игровое, документальное и анимационное кино. Творческие встречи со звездами. Специальные программы. Форум «Россия в кадре». Церемония открытия 21 сентября в киноцентре. На территории Новгородской области функционирует общественное учреждение «Добровольная пожарная команда». В связи с принятием федерального закона о добровольной пожарной охране и с целью развития пожарного добровольчества в муниципальных образованиях активно создаются клубы добровольных пожарных. Среди основных задач клубов – помощь в тушении пожаров, содействие предприятиям в создании добровольных пожарных дружин, проведение различного рода конкурсов и конференций на противопожарную тематику, противопожарная пропаганда, воспитание культуры безопасности населения и, в первую очередь, у подрастающего поколения. По вопросам вступления в ряды добровольцев можно обратиться по телефону. Лес – наше общее достояние и бесценное зеленое богатство России. 90% лесных пожаров возникают по неосторожности или беспечности человека. Пожары наносят непоправимый ущерб лесу. Будьте осторожны в лесу с огнем. Огонь в лесу – не просто опасность, а предвестник трагедии. Лес – это уникальное наследие, сохранить которое – наша задача. У нас снимается много хороших фильмов, которые мы видим из года в год на фестивалях, но не всегда им удается проложить дорогу к зрителю. На ваш взгляд, как решать эту проблему? Потому что вот соберешься с ребенком в кино, откроешь афишу, а там в самое топовое время отдано какой-то, знаете, зарубежной комедии, что называется «Ни уму, ни сердцу». Катерина, ну это вопрос не к нам. А вы-то как видите? Помните, в советское время, когда государство ставило задачу, давало деньги на съемку фильмов, оно обеспечивало и прокаты. Сейчас такого нет. Кого тут надо воспитывать? Я не знаю, прокатчиков, зрителей? Потому что прокатчики говорят, не идут зрители на отечественные фильмы. Надо воспитывать министра культуры, прежде всего. И чужой опыт еще брать. Например, поляки и французы, они имеют льготы. Вот, например, идет американский фильм, они отчисляют там 20% от него киношникам. Нашим. Ну вот, не нашим, но имеется в виду, отечественным. Да, от своему отечеству. У нас такого нет. Понимаете, если бы мы заставили платить их билеты американского фильма, стоили бы вдвое дороже, а наши вдвое дешевле, а эту половину отдавали бы на прокат и на создание наших фильмов, тогда бы изменилась позиция. Тогда бы меньше смотрели иностранные фильмы, потому что они дороже бы стоили. И меньше бы приносили деньги людям, которые хотят заработать эти деньги. Слушай, не надо увлекаться такими бездумными соображениями о демократии, демократии. Государство должно участвовать в прокате. Государство должно... Потому что прокат кино – это государственная политика. И это упускать нельзя ни в коем случае. Акватирование. Вот если обязать кинотеатры показывать в праймовое время отечественное кино, спасет это? Нет, как вы считаете? Ну, нужно попробовать. Нужно искать пути к этому. Нужно что-то делать, да? Нужно к этому искать пути. Естественно, нужно двигаться в этом направлении. Двигаться. А вы сами когда были в кинотеатре? Какой фильм смотрели? Или вы предпочитаете Дома? Мы, знаете, как это самое... Да, как говорится... Сапожник без сапога. Да, сапожник без сапога, да. Ну, в рамках нашего фестиваля у вас получится посмотреть какие-то исторические ленты? Вот что наверняка знакомо с программой? Во-первых, мы уедем скоро. У нас такая, так сказать, политика, что 2-3 дня и мы уезжаем. Вот потом мы видели фильм Гафманиада, и моя супруга, она художник этого фильма по эскизам Шемякина. А дело в том, что, понимаете, в искусстве родственные связи вообще не имеют никакого значения. Значит, только талант и мастерство. Вот этот фильм мы видели, Гафманиада, мы смотрели его, да. Это такой, ну, традиционный вопрос, который задают творческим людям. Вот вы закончили такой большой проект. Ни за что не поверю, что будете отдыхать. Уже что-то планируете, к чему-то присматриваетесь? Стройте планы. Слава Богу, что вы так думаете. Это наше хребет. Нет, но пока вот вы так планов особо не строите. Вы знаете, что я хочу вот про себя сказать в этом плане. Я снимал, снимал, снимал последние годы. И потом вот перед этой картиной я решил больше не снимать. Потому что неинтересный сценарий, неинтересные предложения. И я решил, думаю, я буду преподавать. Потому что, тем более, что я уже там преподавал у Карена Шахназара на Мосфиме. Вот. И возникла такая картина, как «Медный всадник». Это совсем другое дело. Это творческая работа. Это меня интересует. Я люблю историю. Люблю взгляд такой, который есть у Ливанова. Он мне очень близок. Понимаете? Поэтому я с удовольствием согласился снимать. А сейчас я скажу даже, что если будет предложение, то не хочется даже снимать. Почему? Потому что, к великому сожалению, такое количество делается неинтересных фильмов. И не смотреть, не снимать не хочется. Ну, согласитесь, ведь есть, допустим, современные комедии, на которые молодежь постоянно ходит. Они какие-то фантастические сборы у них в кино. В чем причина? Какие вы имеете в виду современные комедии? Какие наши, отечественные? Наши отечественные. Вот, к примеру, «Полицейские срублевки». Это громкая такая картина, которая собрала всю новогоднюю кассу. И об этом говорили, как о достижении отечественного кинематографа. Понимаете, достижения, наши достижения в комедиях сводятся к таким абсолютно бессмысленным. И все, понимаете. Там ничего, не стоит ничего. Никаких глубоких мыслей, никаких сильных чувств. Понимаете? Это развлекуха. И это, безусловно, развращает молодое поколение. Они приучаются к такому совершенно вредному легкомысленному восприятию жизни. А это ужасно. Это неправильно. Это неправильно. Я этот вопрос задаю очень часто кинематографистам, которые приезжают на ВИЧ. Два года назад наша область вступила на такой неизведанный для себя путь. Было принято решение сделать наш регион привлекательным для кинематографистов. Создавать все условия, в том числе и финансовые, для того, чтобы кинокомпании приезжали сюда и снимали фильмы и сериалы. И вроде процесс этот закрутился. У нас и полный метр снимали, и сериалы, и документальные драмы. Вот с точки зрения мегапрофессионалов, я не знаю, у кого спрашивать, если не у вас. Что должно быть в регионе для того, чтобы кинематографисты приезжали снимать сюда кино? Ну, у вас потрясающая натура, потрясающий город. У него потрясающее лицо, освещенное веками, понимаете. А главное это, чтобы был русский дух. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Чтобы вот это вот присутствовало в искусстве. Тогда все вопросы нравственные будут решены. Что-то добавите, Николай Владимирович? Это очень правильно сказано. Очень правильно, очень емко. Очень емко, да. Еще я просто уже меркантильный добавлю. Чтобы все-таки кино наше не такое богатое, как в Америке. Поэтому какая-то финансовая поддержка или хотя бы послабление в налогах, в оценке съемок и прочее было. Тогда это тоже будет. Потому что сейчас многие едут, знаете, куда снимать? В Белоруссию. Потому что там дешевле снимать кино. Это тоже важно. Понимаете, что это важно тоже. Но это не главное. Конечно, главное – дух. Я не могу не спросить, а почему так получилось, что вот за столько лет дружбы на такие роскошнейшие фильмографии вы как оператор и актер ни разу не пересеклись на съемочной площадке? Съем воле Божья тут ничего не сделаешь. Съем воле Божья. Вы знаете, у меня сестра, не моля вас, Светлана. И ее муж, он, к сожалению, умер, Саша Лазарев. Они замечательные актеры. Я сколько ни снимал, я с ними ни разу не встретился. И даже не предлагал. Потому что я знаю, что предлагать родственников – это явное дело. Потому что, знаете, что все знают их. И так не приглашать, значит, не сложилось. Хотя несмотря на то, что блестящие актеры, да? Да. Поэтому, ну как, ну вот судьба сложилась так с Васей, что мы сняли эту картину. Я просто счастлив, потому что действительно я получил удовольствие от того, что я, кстати, прикоснулся не только с историей, но с правильным взглядом на историю. Потому что взгляд на историю может быть разный. Может быть взгляд у Радичева из путешествия из Петербурга в Москву. И все плохо, все не так, все криво, косо, грязно, прошиво. И может быть взгляд Пушкина, который ему ответил из путешествий из Москвы в Петербург. Это никто не знает, не читать. Потому что это большевики не пропагандировали. Но Пушкин пишет замечательно. Совершенно на ту же самую дорогу, но с совершенно другими глазами. Вот этот взгляд, понимаете, на историю, он может быть различным. Мне кажется, что взгляд с любовью к своей истории, к своим корням, к своей родине, вот он должен быть в первую очередь. — Да, закончим на Пушкине. — Да, вот вы, потому что времени совсем не остается, но тем не менее, что пожелаете нашим зрителям, новгородцам? Которые, допустим, не были на открытии, но пойдут смотреть вашу картину. — Пожелать можно только одного, чтобы когда они будут прогнозировать и предвидеть будущее, они верили в то, что это будущее будет счастливым для них, для их детей, для их унков. — Спасибо вам. Я только успеваю напомнить нашим зрителям, что в гостях у соседей сегодня были народный артист РСФСР Василий Ливанов и заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Немоляев. Спасибо. Увидимся в эфири НТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...